Сегодня Ахмад Масуд на своем странице в Facebook опубликовал новое заявление. Ахмад Масуд лидер фронта национального сопротивления, который ведет вооруженную борьбу против радикального движения Талибан. В своем заявлении Масуд, который является сыном известного афганского полевого командира Ахмад Шаха Масуда, руководившего в 1990-е годы боевыми действиями против Талибана, поблагодарил всех афганцев, которые продолжают сопротивляться власти талибов мирными средствами или с оружием в руках. Он обвинил радикальные движения в военных преступлениях, геноциде и этнических чистках. Также он указал на принудительные выселения местных жителей из их домов, которые талибы проводят в провинциях Дайкунди, Кандагар, Паншшер и Андараб. Масуд призвал национальные, региональные и международные организации оказывать давление на Талибан, чтобы пресечь его преступления в отношении афганцев. В то же время лидер фронта национального сопротивления указал, что в Афганистане должно быть сформировано новое действительно коалиционное правительство, с привлечением представителей различных этнических групп, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. В настоящее время Афганистаном управляет Кабмин, который талибы сформировали преимущественно из пуштунов, являющихся членами радикального движения. Хотя после захвата власти в Кабуле в середине августа они обещали создать коалиционное правительство, заявил Ахмат Масуд. Ни одно из государств в мире не признало официально правительство талибов. Хотя с ним в последнее время регулярно проводят переговоры иностранные чиновники и политики. В своем заявлении Масуд не упоминает, где он сейчас находится. В социальных сетях появлялась информация, что он покинул провинцию Пандшир, где совместно с бойцами фронта принимал участие в вооруженной борьбе против талибов. И находится в настоящее время в Таджикистане. Однако его сторонники утверждают, что Масуд в Пандшире.